Добрый вечер, коллеги. Давайте будем начинать. Сегодня мы с вами поговорим про распознавание жестов. Скорее даже не поговорим о практикунических распознавания жестов. Попробуем поработать с разными виджетами и посмотрим, как сделать сложные жесты и особенно те, которые плохо предсказуемы, например, какие-нибудь геометические фигуры и иные символы. Так, у нас есть чат. Вопросы вы можете задавать в чате, но давайте сначала проверимся, все ли в порядке, да, все ли хорошо с трансляцией, видно ли меня, видно ли презентацию вместе с чатом, все ли хорошо со звуком, чтобы все у нас было нормально. У нас тут небольшая задержка с чатом, поэтому я не знаю, какая конкретно, поэтому будем надеяться какой-нибудь плюсик будет. Да, все хорошо, спасибо. Так, хорошо, тогда продолжаем. Как уже сказал, да, мы с вами сегодня попробуем сделать приложение, насколько это мы успеем сделать, такого рода приложение даже на коленке пишется где-то часа за два, но мы постараемся все упростить. Вот, и сделаем что-то подобное тому, как работает опера, хотя на самом деле не совсем, конечно, так полностью, да, то есть мы скорее будем воспринимать образы, не последовательность прорисовки, а то, какой символ бы нарисован. Технически можно сделать и последовательность, но это немножко сложнее и особенно в случае, когда у нас не точно ориентирована фигура, здесь могут возникнуть проблемы. Да, расскажу коротко про себя. Я являюсь руководителем курса Mobile Developer Votus. Кроме этого, также создавал и поддерживаю сейчас курс по инженеру по тестированию Kotlin. Работаю в Яндексе как флата разработчик, да, но опыт разработки уже больше двенадцатых лет. Занимался буквально всем и Back-ом, и Front-ом, и Web-ом, и все, что только можно, и Open Source к интервью. Да, в общем, страшное слово. Ну, в общем, поддерживаю, в том числе, хайблот-система. Вот. О чем мы сегодня с вами поговорим, да, ну, сначала коротко, поскольку у нас такое совмещенное получается занятие вместе с ним открытых дверей, да, коротко расскажу про Votus, расскажу про курс, что там будет, какие темы мы разбираем, и на что стоит обратить внимание, какие у нас есть интересные вещи. Плюс немножко про какие сейчас есть вакансии, да, как, что, на что можно претендовать после успешного завершения курса, ну, или, по крайней мере, успешного обучения, да, и получения опыта. Вот. Ну, и, разумеется, говорим, поскольку у нас еще есть некоторая практическая часть, да, поговорим про жесты, проговорим про детектирование жестов, как флата это реализовано, какие способы он определяется, выбирается жест в случае, если есть конфликты, и как этим мы можем пользоваться в наших целях. Ну, и, разумеется, поскольку мы не будем точно знать, что именно мы распознаем, да, то мы будем немножко использовать машинное обучение, поэтому чуть-чуть захватим еще и TensorFlow сегодня. Да. Правила вебинара у нас простые. Участвуйте максимально активно. В чат я смотрю, он специально открыт на экране, чтобы записи вам тоже осталось. Вот. Вопросы задавайте в чат. Если сразу не отвечу, а это, возможно, небольшой рассинхрон, потому что пока оно уйдет в YouTube, там проходит полминуты, может быть, немножко не совпадем по времени, но все равно потом отвечу на вопрос. Да. Сначала буквально минутку коротко про OTUS, да, что это такое. Собственно, образовательная площадка OTUS создавалась как место для организации повышения квалификации и имеет образовательную лицензию. Прежде всего, что хотелось бы отметить, да, что преподают в практике, то есть здесь не то, чтобы, например, академические преподаватели, да, а люди, которые действительно работают с этими технологиями, да, и знают, какие требования есть работодатели и, соответственно, вкладывают это максимально полно в курсы. Конечно, бывает и очень интересная комба, да, в случае со мной, например, я в прошлом преподаватель, да, у меня патриотическое образование, но уже давно ушел в разработку и сейчас совмещаю. Вот. И второй важный момент, что курсы всегда стараются сохранять актуальность и если что-то на рынке меняется, да, какие-то технологии устаревают, какие-то там библиотеки меняются, да, появляются новые возможности с выходом новых версий, то, конечно же, курс вот это тоже адаптируется и сегодня, в частности, на курсе по Хлаттеру, да, мы с вами это увидим и особенно на содержании, потому что к следующему запуску, вот к этому ближайшему, да, курс переработан очень значительно и многие моменты были добавлены, изменя что-то изменимое. Да, ну, как уже говорилось, да, что LOTUS не тендензер, соответственно, ориентировка идет на реальные требования работодателей, ну, немножко цифр, более 400 подавателей, наставников, очень-очень много студентов, выпускников, ну, по крайней мере, учившихся, да, количество учебных групп сейчас больше 800, 500, 5 лет на рынке и, как можно видеть, достаточно высокий процент выпускников успешно проходят испытания и получают оффер. Кроме того, курсы поддерживаются партнерами, которые в том числе предоставили лицензии иногда на софт, да, иногда какие-то свои дополнительные лекции. Вот. Итак, пойдем в сторону флаттера, да, раз уж мы до него сегодня собрались, и поговорим про жесты. Собственно, что мы сегодня попробуем разобрать, да. Первое, это, конечно же, посмотрим, какие есть виджеты, флаттер все есть виджет, поэтому, так или иначе, какие-то виджеты есть, и немножко взглянем под капот, посмотрим, как это реализовано, да, с точки зрения распознавания сложных ситуаций, когда не всегда очевидно какой-то жест. Второе, мы немножко сегодня поработаем еще с другими библиотеками, то есть, прежде всего, это, конечно, имидж, то есть это все, что связано с обработкой изображений, с работой с пикселями и с трансформацией изображений, потому что, ну, если вы сталкивались с нейронными сетями, то вы знаете, насколько они капризны в плане ожидания входа, то есть того, что должно быть подано на вход, да, для, чтобы распознавание прошло успешно. Вот. Ну и, разумеется, посмотрим нейроночку, да, нейронка будет достаточно простая, но мы сейчас и не претендуем на то, чтобы сделать, прям, суперточное приложение, да, которое сможет выступать, там, вроде, в реальной библиотеке, хотя, в принципе, на этой основе можно сделать библиотеку, да, это ничего у нас не останется. Собственно, начнем мы с того, что попробуем разобраться, как вообще работают детекторы, как работают распознаватели жестов. Вопрос кажется немножко странным, да, но, как бы, очевидно, что вот мы двигаем мышкой, и, значит, у нас происходит действие перемещения мыши, да, мы нажимаем кнопку, и вот тут уже непонятно, потому что, когда мы нажимаем кнопку, что мы делаем за этим? Какой из этого жест может произойти? Мы нажали и отпустили. Это значит, что произошел так, то есть это два последовательных события, вот, соответственно, pointer down и pointer up через какое-то время. Мы нажали, подержали и отпустили. Это долгое нажатие. И задача детектора, в том числе, не только определить, что этот жест соответствует его конкретному распознаваемому паттерну, да, но и каким-то образом разобраться с альтернативной интерпретацией, да, то есть, когда мы нажимаем и долго держим, в какой-то момент жест, который распознает короткое нажатие, говорит, не, не мое, потому что слишком долго задержали. Вот. Или двойное нажатие, то же самое, да, то есть двойное нажатие, я подразумеваю, что мы нажимаем, отпускаем, еще раз нажимаем, еще раз отпускаем, причем это происходит довольно быстро. То есть, если мы нажмем, отпустим, пройдет довольно долгое время, то второе нажатие уже не будет считаться частью этого этапа. Это еще хуже ситуация, когда нам нужно что-то перемещать. То есть, если мы нажимаем и начинаем гибеть мышку, то это может быть интерпретировано как горизонтальная прокрутка, как вертикальная прокрутка, как панорамирование или что-либо еще, да. Еще хуже ситуация, когда у вас появляется мальти-тач. То есть, если у вас есть два пальца, эти два пальца могут изображать разное, да, они могут показывать там поворот, если вы там крутите, делать жест разворота, да, два пальца могут отображать скролл, могут обозначать пинч, то есть, соответственно, уменьшение и увеличение. Вот, и все они начинаются одинаково. То есть, как бы с точки зрения жестов, любой жест начинается с того, что либо один, либо несколько пальцев помещают на экран. И что произойдет дальше зависит от того, как будут происходить дальние, какие дальнейшие события будут происходить, да, то есть мы будем двигать вверх, двигать вправо, или, например, разводить пальцы и увеличивать расстояние между ними. Вот. Для того, чтобы со всем этим разбираться, в Flutter есть такое понятие, как арена жестов. Собственно, жесты арены – это концепция, которая позволяет вам выбрать из… Точнее, сначала у вас фактически инициализируются все жесты, да, то есть все жесты, ну, кроме просто движения мышки, начинаются, то есть, минус одинаково, да, то есть вы можете нажать, можете два раза нажать, можете нажать-подожать, перетащить, двинуть вверх, двинуть вниз и так далее. И все восемь детекторов стартуют в один и тот же момент. То есть у вас на арену выходит восемь определителей. И дальше, в тот момент, когда каждый из них понимает, что это не его, да, что синглтайпе слишком долго держит, то он, соответственно, говорит, что все, я выхожу из битвы, и дальше я уже не участвую, да, и победить не смогу. То же самое, например, касается различения вот этих двух жестов. То есть press and hold или drag, да, может быть, тоже начинаются они формально одинаково, да, но это может привести к longtap, да, или может привести к драку, к перемещению или к свадьбе. Аналогично. По мере того, как появляются дополнительные подробности о том, что делают пользователи, мы обнаруживаем, что у нас какие-то жесты уже перестают быть актуальными. Например, мы видим, что если мы долго выдержим, то это уже не синглтап и не даблтап. Возможно, что один из этих. Ну, и дальше, в зависимости от того, куда мы сдвинули палец, если вообще сдвинули, будет срабатывать то или иное уже детектирование, да, которое уже специфично под конкретное событие. Все это богатство в Flutter представлено в одном пакете. Называется он JusterDart. Flutter JusterDart при импорте. И в него собрано буквально все, что нам нужно. То есть там есть и, так называемый, то есть практически есть вот эта самая реза, которая отвечает за какое-то определение, что именно происходит. Там есть распознаватели, причем есть базовые распознаватели, которые мы могли бы использовать в качестве основы для, например, наших специализированных. Скажем, можно сделать жест не просто длинное нажатие, а очень длинное нажатие, которое будет брать за основу распознаватель, соответственно, там, жестер или лонг-топричный жестер. И в этом же самом пакете у нас представлено большое количество виджетов, которые в зависимости от уровня, как мы это интерпретируем, могут быть либо более детальными и давать нам совсем низкоуровневый интерфейс, например, Listener, позволяет фактически следить за событиями, происходящими над виджетом. И по мере удаления от Listener, мы становимся все более и более конкретными. Вы все знаете, что если мы даже создаем, если мы создаем обычное приложение тестовое, то мы, скорее всего, там увидим немного. Ну, давайте сделаем покрупнее немножко. Так, SimpleGesture. Так, сделаем сразу версию для веба, как это важно. И запустимся. И немножко подниму окошко, чтобы у нас видно было учет наш. Так, я так полагаю, что там, скорее всего, мелковато, поэтому мы делаем хотел 32-й. Так, наверное, не получше. Да. Какие у нас есть опции в плане работы с жестом? Наверное, самый такой часто употребимый, особенно если вы пишете в варианте материал-дизайна, да, это виджет Inquo. Соответственно, Inquo либо Inquo в паре работают в зависимости от того, как именно вы хотите получать обратную связь, он, кроме реакции на нажатие, дает еще и определенный визуальный фидбэк. То есть вы при тапе по кнопке, да, вы видите еще раз растекающийся вот этот капель, ну, точнее, такой вот след, да, который в материал-дизайне определен. Так, сейчас мы берем все ненужное и сделаем себе просто заготовочку, да, где мы внутри тут вот самой колонки будем размещать то, что нам нужно. Ну, это дефолтное приложение, да, которое вы все хорошо знаете. Это счетчик подожатий на кнопку. Соответственно, даже смотря на это приложение, мы уже видим как минимум один детектор, точнее, одну, один колбейк, сделанный на детектор, да, это функция compressed, которая на самом деле присоединена к floating action button и будет срабатывать, когда мы нажимаем на кнопку. Давайте попробуем посмотреть, что там внутри. Да, если мы, ну, собственно, сам floating action button просто имеет несколько конструкторов и так далее, да, нас интересует то, как он понимает нажатие compressed. Да. Внутри она содержит raw material button, ну, как вы понимаете, кнопка – это один из интерактивных элементов, который умеет реагировать на действия, например, по крайней мере, на нажатие пользователя. И идем сюда. и что мы видим? Мы видим, что у нас кнопка завернута в Intel, да, то есть вот тот самый виджет, и есть огромное количество всевозможного рода параметров, среди которых есть некоторое количество действий, связанных с поведением пользователя, да, это, соответственно, onTab, onLongPress и onHall. Что, на самом деле, мы понимаем под этими действиями, как они интерпретируются? В действительности InCrow дает только сугубо визуальный фидбэк, то есть его основная задача – это просто нарисовать какую-то реакцию с точки зрения пользователя. Так. Виртуалочка, чтобы у нас важно, мы ее сделаем, чтобы точно не было следов. Вот. Но за определение отвечает не InCrow, за определение за определение отвечает более низкоуровневый виджет, который мы с вами тоже видели в этой табличке. Он, соответственно, называется очень семантично джестер-детектор, и его основная задача – это как раз определение того, что именно произошло при действиях пользователя. Да, давайте сейчас мы запустим, чтобы у нас перед глазами видеть, что вообще происходит, и будем экспериментировать. Так. Ну, сам по себе InCrow – это частный случай InCresponse, как уже упоминалось, да, InCresponse, в свою очередь, внутри себя содержит джестер-детектор, который как раз занимается распознаванием жестов. То есть все остальное – это просто визуальное отображение, события, нажать. Кстати, что любопытно, можете заметить такую интересную вещь, что у нас в Inquel количество нажатий, количество действий, оно немножко отличается, и, соответственно, события немножко отличаются, и мы будем видеть, что по мере погружения вниз мы будем обнаруживать все более и более интересные события. Собственно, что умеет делать Inquel? Давайте мы сейчас запустим наш эмулятор, уборочку, посмотрим, что здесь будет. Вот, споноксил на экран, надеюсь, что видно все хорошо, должно быть достаточно крупно, чтобы все можно было разобрать. Если мелко, то напишите, я немножко увеличу шлифт. Сберется? Что умеет делать детектор? Давайте мы начнем с Inquel, уже ранее обнаруженного, и посмотрим, какие варианты есть у него. Поскольку он подразумевает, что будет какой-то визуальный отклик для пользователя, то, конечно же, здесь описываются в основном те действия, которые связаны с тем, что отклик визуализирует. То есть, это нажатие, это надавливание, on-tap-cancel, это событие, когда вы нажали, оттянули, отпустили, не в том месте, где вы нажимали. То есть, это как бы, по сути, отмена нажатия. Двойное нажатие, долгое нажатие. И есть еще событие on-hover, которое возникает, когда вы двигаете чем-то, так, туда запустился, двигаете над пальцем над объектом. Тут возникает резонный вопрос, да, какой on-hover, когда у нас палец не касается экрана. Как вы думаете, как может сработать on-hover в случае, если мы, как бы, вот мы вводим пальцем над экраном монитора, ну, над экраном сцена. Провери, как он там сработает. Да, ну, сейчас пока просто посмотрим, да, вот мы пока жду вашего ответа, да, мы нажимаем, и видно, что там возникает такой сплэш-эффект, в виде вспышечки. За это как раз отвечает Inkle, он реализует это через свой внешний контейнер. С hoverом не очевидно совсем, да, потому что hover подразумевает, что мы двигаем мышкой, в смысле пальцем над сценой, и фактически для мобильных интерфейсов с hoverом все совсем сложно. В действительности нужно не забывать, что Flutter работает не только на мобилке, он работает в вебе, он работает в десктопе, и там реакция на наведение вполне возможна, то есть вы просто мышки проводите над кнопкой, может появиться какой-то визуальный эффект, например, поменяться цвет. Вот, в мобиле это работает очень экзотически, скорее всего, не так. Вот, список здесь достаточно маленький, того, что мы можем делать, да, просто посмотреть по списку даже объектов. А вот если мы перейдем к джестер-детектору, то мы обнаружим, что он достаточно богат. А джестер-детектор по количеству всевозможного рода онов тут, наверное, зашкаливает просто по всем, пережает все виды. Условно, можно выберить три группы, нет, четыре группы действий, да, у нас есть действия, связанные с нажатием, то есть это онтап, это последовательность нажали, отпустили, онтап-даун, когда мы нажимаем онтапа, когда отпускаем, cancel уже говорю, да, то же самое касается действий дополнительными кнопками, да, то есть это нажатие правой кнопкой мышки и, может быть, колесиком, в зависимости от системы аппарата интерпретируется. То же самое по двойному нажатию, по долгому нажатию, причем здесь есть, например, что может быть сделано долгое нажатие, потом насчет перемещения курсора, то есть это некий аналог драга внутри объекта, который мы нажимаем и тащим вправо, например. Вот. И есть отдельная группа событий, связанных с перетаскиванием, то есть у нас есть vertical drag, соответственно, когда мы начинаем, когда происходит перемещение, каждый раз вызывается drag update, когда мы заканчиваем, это, соответственно, в начале, это при... cancel может вызваться, например, если детектор, точнее, если распознаватель обнаружил, то, что двигали, например, вверх, он подумал, что вы, ну, по диагонали, податок, он подумал, что вы двигаете вверх, а оказалось, что вы все-таки больше двигаете вправо, и тогда у вас в конце возникает cancel, что у вас прекратился этот жест, и дальше у вас будет возникать только горизонтальный, вертикальный, и зарядный уже выпал. Есть действия по force touch, здесь они называются force press, скорее всего, по причинам потянутым. Ну, и набор действий по панорамированию и масштабированию, то есть scale вызывается, когда вы делаете pinch, жестами вперед, пробежаете, удаляете, и pan, соответственно, когда перемещаете, то есть, с одной стороны, вы можете следить, например, за ползунком с помощью горизонта брак, с другой стороны, можно использовать pan и за счет него определять, что вы сдвигаете в любом направлении, только в горизонтальном и вертикальном. Pan в этом смысле более универсальное решение. А как он работает? Да, то есть, классно. Мы обнаружили, что incval это визуализация, gesture detector дает кучу всяких жестов, при том, на самом деле, там есть еще один нюанс, связанный с перекрытиями, да, потому что, когда вы нажимаете на сцене, то в действительности непонятно, на что вы нажимаете. Например, если смотреть вот на это приложение, то вот эта кнопка, она, во-первых, нажатие прилетает, может прилететь на нее, а может прилететь и на область под ней, потому что технически они оба разделяют это пространство, хоть это и выше. И поведение того, как, кто именно будет принимать жесты, в смысле, например, перетаскивание, дали нажатие, а кто нет, тоже определяется в параметрах жестер-детектора, который называется Behaviour. То есть, соответственно, можно сделать объект каким-то прозрачным, то есть сквозь него будет проходить или наоборот непрозрачным, чтобы он блокировал прохождение более пользования объекта, блокирует попадание событий в нижний слой. Но в действительности, конечно же, жестер-детектор тоже не сам по себе, причина очень простая. Как уже говорилось, у вас есть большое количество платформ, на которых работает Flutter. Соответственно, события приходят совершенно по-разному. Если вы запускаетесь на Linux, например, то к вам прилетают события, там, видим, коллбеков на GTK, на библиотеку, и, соответственно, они должны как-то доставиться вам в приложение, при этом отреагировать так, как будто вы нажали на кнопку. То же самое, например, если вы работаете в вебе, то у вас компилируется вообще в JavaScript, и в JavaScript вы вводите события через Windows, например, там, например, маус, даун, и там определяете координаты. То есть, в конечном счете, в действительности, если смотреть совсем низко, то все сводится к тому, что от платформы, от базовой, нижележащей платформы, вам приходят какие-то достаточно примитивные жесты. Точнее, не жесты, а приходит просто поток событий. Вы двигаете мышкой, и у вас приходит поток о том, что координата объекта, точнее, координата вашей, вашего указателя меняется. Это работает в случае, если мы работаем с, например, с вебом или с десктопом, с мобилой, там, сложнее. Вы нажимаете, к вам приходит сообщение о том, что была нажата кнопка. Вы начинаете двигать, к вам приходит сообщение о том, что изменяется координата при нажатой кнопке. Отпускаете, соответственно, происходит событие отпустили, и указывается, где именно отпустили. И в действительности, когда вы работаете достаточно низкоуровнево, то с большой вероятностью вам скорее понадобится работать с видочным листом. Листом это обертка, которая визуализируется как некий контейнер, как просто контейнер обычный, но при этом у него добавляется так называемый хит-тест-бехевер, то есть у него есть возможность реагировать на события попадания курсора и каких-то нажатий. И благодаря этому листом может перехватывать события, происходящие внутри сцены, без их какой-то интерпретации. То есть с его точки зрения у вас есть просто какой-то набор, какая-то система координат, да, и вы нажимаете сюда, двигаетесь сюда. Вам приходят события, нажали, много-много событий, перемещение и отпускать. И в действительности, если посмотреть на реализацию джестер-детектора, да, то можно обнаружить, что он мог бы, например, напрямую пользоваться листом, да, то есть он мог отслеживать, куда именно двигаете мышку и как это все происходит. Но это слишком сложно, да, и обычно так никто не делает, потому что есть промежуточное звено между листом, который следит за эвантами, за событиями, да. Кстати, он еще умеет работать с молки-тачем, потому что, по сути, у каждого события вы получаете некий идентификатор пальца. Нам это все не пригодится для нашей программы. Вот, и между вот листом и джестер-детектором стоит роу-джестер-детектор, да, который позволяет вам делать вот эту вот первичную обработку, да, для того, чтобы определять, что именно делать пользователю. Ну, и как можно видеть, в действительности, когда мы работаем с джестер-детектором, да, то он пользуется некоторым набором рекогназеров, да, например, рекогназеры по нажатию, по двойному нажатию, по долгому нажатию и по вертикальному горизонтальному перемещению. То есть каждый из них – это просто какой-то джестер-рекогназер, который, как уже говорилось, могут использоваться и вами самостоятельно. И в конечном счете вы увидите роу-джестер-детектор, который принимает в себя список всех этих жестов. Они между собой соревнуются на арене, и в результате кто-то из них поигрывает. Вот. Ну, давайте мы теперь сразу пойдем к листонеру, потому что он, наверное, наиболее интересен для нас по нескольким причинам. Собственно, что мы хотим сделать? Мы хотим попробовать сделать приложение, в котором можно будет пальцем или мышкой рисовать какие-то символы, да, и, соответственно, определенным образом их детектировать в что-то работающее. Ну, то есть интерпретировать их как команды, которые в дальнейшем могут использоваться, например, для кучей школбейки, да, мы можем вызывать, скажем, мы нарисовали букву A, да, или там цифру 0, или там просто какой угодно символ, да, или там какой, не знаю, бесконечности, и использовать это в качестве управляющего воздействия. Вот. Для этого есть несколько способов, но мы посмотрим их последовательно. Давайте сначала взглянем на листонер, он нам сегодня будет жизненно важен. Так, для этого мы что сейчас сделаем? Мы оставим... Да, мы вот это все уберем, да, мы оставим... В качестве body мы сделаем stack. App тоже уберем. Вот, сделаем stack, и, соответственно, внутри стека, точнее, над стеком, мы повесим листонер, который будет следить за событиями, происходящими на этом объекте. Пока мы ограничимся тем, что просто соберем себе какую-нибудь светло... Синенький, да, сине-серый. Так, здесь можно константным его сделать. И посмотрим, что умеет делать листонер. Собственно, листонер умеет отслеживать совсем примитивные действия, да, это он поинтер. Да, ну, тут как раз про жестер-рекогназер, к этому мы еще вернемся. Так. Ладно. Значит, собственно, события, он поинтер-даун, это событие, которое происходит при нажатии, да, то есть когда мы нажимаем на наш виджет. Он поинтер-ап событие происходит при... То есть когда мы, соответственно, мышку, кнопку мышки или палец отодвигаем от экрана. Он поинтер-мув – это события, связанные с перемещением после нажатия, то есть это то, что для нас важно будет именно для рисования нашей фигуры. Есть еще он поинтер-хауэр, но его добавлять здесь бесполезно по той же причине, что и для хауэр в обычных условиях, да, потому что в мобильном приложении хауэр довольно сложно определить. Введение пальцем над экраном – это жест, который плохо детектируется. Соответственно, cancel, ну, тоже когда проигрывают арену, да, и сигнал – это дополнительное действие, например, это нажатие вспомогательных кнопок, если у вас мышка пропала, нам это сейчас очень важно. Запускаем. Если сейчас все нормально, мы должны увидеть наш серо-синий фон. Так, и будем по нему вводить. Так, что у нас есть? Да, что, собственно, могло пойти не так? Собственно, один из вариантов – это то, что у нас просто нулевой размер у нашего color box. Поскольку мы другой не указывали, сделаем его expanded. Так, expanded не даст нам сделать, потому что… Окей. Давайте сделаем expanded вокруг стека, хотя обычно в этом необходимости нет. Так. Давайте вообще пока без стека обойдемся. Позднее будет нужен, когда мы уже будем детектором пользоваться. Что-то можно делать. Так, давайте посмотрим, что мы сделали. Body. Ну, вообще, body должен был и так закраситься. Контейнер, чтобы был размер. Сайзбокс, его размер решил выставиться. Вот, вот у нас есть некоторая часть сцены, да, и если мы сейчас будем делать какие-то действия, вот мы нажимаем кнопку, как можно видеть, поступило событие, там, трансформы pointer down event. Дальше мы начинаем двигать, вот у нас приходит move event с координатами и отпускаем, у нас приходит up event, то есть мы закончили наше перемещение. Вот. Что с идентификатором, про который я упоминал, ой, про который я упоминал, как с ним быть. У идентификатор приходит внутри объекта, да, то есть p, полученный параметр, это в действительности структура, да, здесь можно получить информацию по тому, какие кнопки нажаты, на какое расстояние было перемещение сделано с последнего раза. Текущее положение в local position, соответственно, относительно виджета, потому что листернер все-таки к виджету прицепляется к дереву, да, и встраивается куда-то, то есть он является рандербоксом. И здесь же есть pointer, соответственно, pointer отвечает за то, что именно мы нажали. То есть мы, тут довольно сложно показать будет на таком устройстве, да, но если это делать на физике, то там будет видно, что вот мы нажимаем, вот у нас пришел pointer 13, и если мы еще раз нажмем, то у нас уже будет pointer 14. В действительности каждый палец, который мы нажимаем, он получает свой идентификатор и отслеживается независимо. То есть в событиях pointer move точно так же приходит идентификатор пальца, который был перемещен, да, то есть мы можем посмотреть, что именно мы двигаем. То есть у нас 15-й, вот мы двигаем, двигается 15-й. Если бы в этот момент мы нажали бы еще вторым пальцем, да, или второй мышкой на наш симулятор, да, наш эмулятор, то мы бы увидели, что у него появляется свой идентифик, и события к нему приходят свои, свои индивидуальные. Вот. Так. Ну вот это такой необходимый минимум, да, для того, чтобы мы уже могли стартовать. То есть еще раз немножко порезюметь. Первое, это то, что у нас есть большое количество встроенных распознавателей, да, которые так или иначе представлены, точнее используют с джестер-детектором. Мы можем создать свой распознаватель, использовать ровно джестер-детектор, да. Чтобы это делать, есть вот подобная конструкция, то есть мы создаем некоторые, с помощью специальной фабрики, реализуем ракогнайзер, да, и, соответственно, прописываем ему те действия, которые, ну, те вызовы, которые будут происходить при возникновении событий, которые мы распознаваем. Также можно сделать и свои, да, отнаследовавшиеся вот бейс джестер-ракогнайзер. Вот. Ну и, соответственно, арена помогает нам выбрать конкретный жест. Либо мы можем работать из кого-либо. Что из этого лучше, да? Если речь пойдет про сложные жесты, да, то есть про жесты, которые мы хотим как-то распознавать, например, рисуем на экране, то здесь есть несколько способов. Первый, это можно сделать свой распознаватель. Но тут возникает один большой вопрос, да, что в этом случае считать проигрышем на арене. То есть, например, горизонтальное перемещение, очевидно, проигрыш будет в тот момент, когда мы перестаем перемещаться горизонтально. Ну, или, по крайней мере, расстояние, на котором мы уехали горизонтально, меньше, чем, например, вертикальное расстояние. В сложных жестах, то есть, когда мы рисуем на свободной области, тут уже не так все очевидно, да, поэтому непонятно, в какой момент считать, что жест проигран. Либо говорить, что мы всегда выигрываем, да, но тогда, как бы, мы не сильно много тогда от этого распознавателя получим, кроме того, что и так можно сделать, например, лист. Второй вариант чуть более простой и очевидный, да, без необходимости встроения рекогназера, это использование, собственно, листа, наверное, в чистом виде, как мы сейчас использовали, да, и отслеживание того, что будет делать пользователь. Да, мы пойдем вторым путем, он немножко проще с точки зрения реализации, но, опять же, это не запрещает вам при необходимости создать свой рекогназер, который будет, по сути, стать с тем же самым кодом, но немножко другая, если другие способы передачи сюда будут события. Не через UCon, Event, да, а через Callback. Итак, попробуем создать свой распознаватель, да, и распознаватель мы будем делать в три шага. То есть первый шаг – это фиксация тех точек, которые мы посещаем при нажатой кнопке, да, то есть фактически мы рисуем фигуру в виде романного многоугольника. И дальше, используя эти координаты, да, мы будем их немножко нормализовывать для приведения в состояние готового для нейроники. Второе, поскольку нам важна локация, да, и важно, чтобы расположение было достаточно хорошо предсказуемо, да, мы делаем центровку. То есть мы выстраиваем вокруг этой фигуры квадрат, то есть если она даже сильно выянутая, мы все равно делаем квадрат и центруем ее по квадрату. Для того, чтобы, ну, опять же, вот такая вариант нормализации, да, когда у вас объект помещается, во-первых, он помещается целиком в этот квадрат, в любом случае, да, и он более-менее центр масс объекта плюс-минус будет находиться, ну, или, по крайней мере, центр, геометрический центр, придется сказать, не центр масс, геометрический центр будет находиться внутри, вот как раз по центру квадрата. И третье, что нам нужно сделать, это перевести ее во что-то осязаемое для нейронки, да, потому что в обычных случаях, когда мы рисуем, мы используем сглаживание, да, мы можем использовать тени, эффекты и прочее, а нейронки это все только избыточно, да, поэтому идеально, когда мы передаем туда совсем черно-белое изображение, без полутонов, просто, по сути, наша проведенная линия, да, по которой она будет в дальнейшем определять. Вот, почему 224 на 224? Ответ простой, мы будем для обучения нейронки использовать птичьевую машину, довольно приятный сервис, да, который позволяет вам, ну, быстро накидать сэмплы и обучить нейронку без необходимости написания своего кода, получить сверточную сеть, готовую прямую зону. Что касается рисования, что нам нужно будет делать? Во-первых, нам нужно будет реагировать, точнее, как уже упоминалось, да, лист, наверное, реагирует на четыре события, на нажатие, на отпускание, на перемещение, на перемещение до касания, но в нашем случае последнее бесполезно, потому что пальцами войдет над экраном, телефоном пока не научились определять, вернее, научились, но вблизи экрана, и это скорее будет уже мув. Как мы будем, собственно, рисовать, да, ну, тут логика довольно тривиальная, то есть, что мы делаем, мы сохраняем точки, при этом идеально, если мы исключаем повторы, да, это позволит избежать этих артефактов при отрисовке, ну, причем можно действительно там надо указать точность определения, да, для того, чтобы у вас, например, там, если вы сдвигаетесь меньше, чем на пять точек, у вас не получалось дополнительной точки. Это позволит немножко уменьшить, во-первых, количество точек, да, и, во-вторых, у вас линия будет более ломаная, но при этом с точки зрения нейронки она будет как-то более, так сказать, предсказуемая, так можно сказать, да, чем какой-то, чтобы избежать дрожания и мелкого шоу. Вот. Важный момент, что мы можем рисовать мультитачным, соответственно, теоретически жест может рисоваться сразу двумя пальцами, да, то есть мы можем рисовать сердечко вот так вот, да, сразу. Вот. И в идеале, конечно, поскольку мы рисуем многоугольники, то нам нужно, чтобы каждый палец следил за своим многоугольником. Ну, и когда все пальцы отпускают, то мы говорим, окей, все, жест дорисован, то есть мы сейчас не рассматриваем вариант, что мы будем рисовать, там, не знаю, его с отрывом пальца от экрана, да, чтобы там традиционно, например, ну, например, если вы хотите нарисовать, там, символ крестик, да, либо PX, то вам нужно сначала провести одну линию, потом другую. В тот момент, когда вы отпустите палец, то будет считаться, что фигура уже завершена. Это тоже можно обойти, да, можно поставить таймер, например, фиксировать время, после которого мы считаем, что фемеризация произошла, но это уже другая история. Чуть более сложная, но не успею. Вот. Дальше немножко геометрии, да, то есть мы считаем, в какой прямоугольник мы попали, выбираем, преобразовываем его в квадрат, ну, то есть берем, по сути, прямоугольник, да, находим, какая сторона наибольшая, и делаем ее стороной квадрата. Центр совпадает. Дальше все это рисуем в памяти без полутонов, и дальше делаем с Rescale до нужного нам размера, чтобы передать вот это полученное изображение на вход в мировку. Вот. Ну, и про распознавание, как уже говорилось, да, мы будем использовать течебо-машину для передачи эталона, и уже обученную модель мы можем загрузить в TensorFlow Lite. Он тоже портирован на Flutter, спокойно достаточно ставится. Ну, вернее, он андроидовый, но через плагин можно с ним взаимодействовать. И, соответственно, через прямой, используя прямое прохождение через нейронку, да, мы скармливаем ей эту пиксельную сеточку и получаем вероятность того, что жест совпадает с тем или иным ранее нарисованным. То есть, по сути, мы будем делать распознавание изображений, совпадающих с тем, что мы нарисовали. Так, результат пока не смотрим, да, давайте попробуем это все быстро-быстро-быстро сделать, насколько это возможно сделать быстро. Да, но перед тем, как мы пойдем туда, да, давайте, если какие-то вопросы у вас появились по жестам, по распознавателям, по арене, самое время сейчас их задать. Я пока готовлюсь к разработке. Чтобы у нас уже все было не стимулино. Ну и заодно сейчас посмотрим в некоторой практике, как работать с multi-touch. Мне кажется, что первое, что надо сделать, это поменять title, да, и теперь написать, что это не FlutterDemoc, мпэйч, директор, мпэйзер. Ну, секретный вопрос. Окей. Ну, давайте уберем все лишнее и начнем боять. Собственно, чем мы будем пользоваться? Ну, первый важный момент, что если мы хотим, чтобы у нас было множество прямоугольниц, точнее, был многоугольник, который отслеживает пальцы, да, нам нужно завести структуру, которая будет хранить координаты точек, к которым мы проезжаем. Ну, то есть достаточно простая логичная вещь, да, то есть мы используем некоторый мап с списком offset-ов. Offset мы получаем как раз как положение точки. И здесь у нас будет, например, позиция. Дальше еще один момент, который тоже для нас действительно важен, это определение того, какие пальцы сейчас зажаты. Почему? Потому что нам надо поймать момент, когда все пальцы отожмут. Здесь мы этого тоже проверить достаточно сложно. В принципе, есть способ, как проверять multi-touch. Я как-то его практиковал, когда, например, вы подключаете, запускаете Chrome для веба и публикуете, например, ну, то есть запускаете приложение через FlutterWeb с указанием некоторого IP-шника, своего внешнего IP-шника, да, для того, чтобы потом к нему подключиться, например, с телефона. И дальше через Chrome можно вывести картинку с телефона, да, и, соответственно, пальцами наводить, нажимать на телефоне и видеть, какие реакции происходят уже в отладочной панели, наверное, в консолье Chrome. Вот, ну, это такой немножко замысловатый способ, да, как проверить multi-touch в реальных условиях. К сожалению, по крайней мере, если бы был multi-touch-экран, да, например, на компьютере, то можно было бы здесь прямо нажимать или, да, две мышки завести. Но в бытовых условиях это сложно. Но сделать все равно нам это надо. Вот, так вот, для того, чтобы нам фиксировать нажатие и отжатие, нам нужно писать ID-шники, напоминать ID-шники тех пальцев, которые были нажаты, но еще не отжаты. Как думаете, какую лучше здесь структуру использовать, чтобы это сделать? А я пока буду делать всякие инициализации, да, для того, чтобы у нас все было готово. То есть, что лучше из коллекции и факторов использовать для хранения списка нажатых? Неа, map не очень. Map плох. Ну, во-первых, map подразумевает, что мы храним ключ-значение, да, потому что нужно будет что-то в значениях хранить. Здесь более правильный, все-таки более интересный подход к использованию сета. То есть мы можем взять в качестве структуры набор сет, да, он работает достаточно быстро. То есть можно было бы, конечно, лист из фингерса, но сет в этом плане более логичный, потому что сет простым, во-первых, он подразумевает уникальность, а пальцы у нас всегда уникальны. А второе – это то, что он работает быстрее, особенно на голени. Поэтому здесь мы при нажатии мы говорим, что окей, давайте мы тут добавим себе палец нажатый, то есть запомним то, что мы нажали, и при отжатии мы, соответственно, будем удалять этот палец из списка. Ну, и как мы можем сделать какое-то действие, когда у нас, то есть вот здесь вот джестер финишит. Мы определим, что жест уже завершен. Дальше перемещение. Соответственно, с перемещением тут все довольно тривиально. Во-первых, это событие не вызывается никогда, пока мы не нажали, поэтому здесь не надо проверять, что он здесь нажатка. Здесь все, что мы делаем, это просто записываем, ну, подсов в простом варианте, да, мы просто в наш map с положением угольников пальцев записываем нашу приехавшую координату, которая находится в local position, относительно вид, что здесь потенциально nullable, но мы знаем, что он есть. Вот. Первый необходимый минимум, да, то есть мы просто фиксируем, куда мы заехали. Чуть позже будем делать лучше. Второе, что нам нужно, это сделать, собственно, прорисовку следом, да, логично было бы, чтобы мы не просто показывали, то есть вслепую рисовали, да, чтобы не видеть, что происходит. Да, мы будем использовать довольно простой способ, то есть мы будем создавать стэк из двух виджетов. Вот. И первый это будет условный фон, второй будет как раз наш отрисованная фигурка. Вот. В клафаторе, если знаете, или, может быть, вы уже сталкивались, сталкивались, или хотя бы читали про это, да, есть такая возможность построения через Custom Paint вызова произвольного Painter объекта для того, чтобы строить некоторые, ну, по сути, работы с пикселями, ну, или с простым, примитивным. Соответственно, в Custom Paint вы передаете объект Painter, да, и здесь у нас будет, так сказать, будет TrackPainter, да, то есть некоторый объект, который, в свою очередь, должен, так, экземпляр класса, который наследуется от Custom Painter. Там должно быть обязательно реализовано два метода, да, это Paint, собственно, для отрисовки нашей сцены, и Shoulder Paint, который, говорит, лучше перерисовать надо. Здесь мы будем возвращать сюда другое, потому что там очевидного способа проверить нету. Ну, то есть можно, конечно, сравнивать с предыдущим, с другой стороны, если у нас ничего не произошло, то Paint не вызовется, поэтому. Ну, и второе, нам нужно здесь, соответственно, принять в себя список положений, точнее, правильно сказать, наверное, не список положений, а всю струкнула по трекингу. Мы сейчас пишем довольно примитивно, да, с использованием State for Widget, потому что мы здесь застрянем на донку еще и на кучу других тем. Вот. И, соответственно, в TrackPainter принимаем Positions, в котором будет лежать положение пальцев. Дальше, собственно, рисование. Рисование делается довольно просто. Мы проходим, ну, можно выбрать фон, да, можно и лучше, наверное, создать некоторые Paint-объекты, да, то есть это у нас будет трек, которым мы создаем цвет. Это будет, например, белый. Вот. И можно задать еще толщину для того, чтобы линия была более нарядной. Мы будем рисовать линии, потому что мы, по сути, получаем многоугольник. Тут важный момент, что иначе мы можем, если будем рисовать точками или окружности, мы можем получить рваную линию, потому что события приходят немгновенно. То есть вы нажимаете, начинаете тащить, и если тащите быстро, они будут приходить с частотой кадров, и в результате какие-то точки могут вылезти. А это не совсем то, что нам хотелось. Дальше мы проходим по пальцам. Здесь, соответственно, принимаем точки. И внутри можем уже, то есть если мы берем первую точку, то мы туда просто перемещаемся, если все остальные, то мы, соответственно, рисуем линию. Ну, тут немножко, немножко канваса. То есть мы должны, поскольку в канвасе нет метода с moveTo, то есть нельзя переместиться в точку курсора, но есть только drawLine, то нам нужно будет фиксировать перенесущую позицию. И, соответственно, если мы обнаруживаем, что предыдущей позиции еще не было, точнее, она была, то мы рисуем из нее в... Так, canvasLine, drawLine, там рисуем из предыдущей позиции в текущую позицию. В текущую позицию, используя наш штрек. Вот. То есть, по сути, мы этим нарисуем многоугольник, повторяющий наш контур. Да, тот IDE-шка предлагает, что в данном случае forH неуместно, лучше использовать forIn. Просто соглашусь с ней, это все-таки более быстрый способ. Вот. Ну и поскольку у нас каждый следующий палец, он будет начинаться тоже с NAL, то у нас несколько фигур, точнее, несколько контуров будут, соответственно, рисоваться каждый независимый. Дальше, что мы делаем? Вот здесь мы должны вызвать, точнее, передать туда наши позиции. Но есть один нюанс, да, что если мы что-то добавляем, об этом, чтобы у нас все прорисовалось, нам нужно явным образом пометить виджет, как идете, да, чтобы у нас след начал отслеживать наши движения. Ну и теперь, если мы будем двигать мышкой, должно что-то происходить, ничего не происходит. Так. давайте смотреть, что у нас не так. Что у нас не так. Track Painter, белый цвет, другой. Должно быть все так, но давайте посмотрим, если что, есть куда подблизить. Да, важный момент, что код приложения, который мы сейчас напишем, ну, вернее, исходного приложения, которое я писал пару дней назад, пока готовился, он на GitHub будет выложен, поэтому можете потом его взять, посмотреть более детально. Так. Что-то происходит не так, то есть у нас движение, в смысле объекты не отрисовываются. Давайте подумаем, в чем может быть проблема. Ну, первый вариант, это то, что у нас не срабатывает по интервоку. Ну, мы можем очень просто это узнать, да, мы можем прямо в Paint вызвать, писать что-нибудь, посмотреть, происходит ли вообще отрисовка у нас в нашей сцене. Когда мы двигаем, да, пейнтинг происходит, но на экране ничего нет. Ой, как интересно. Что же тут не так? Один из вариантов, что может быть не так, да, это то, что мы не указали пейнтинг-стайл, хотя для Лайна, по-моему, он как-то безразличен. Так, что еще может быть не так? А, что может быть не так? Конечно, мы не сохраняем позишн. То есть, мы всегда рисуем, ничего не рисуем, на самом деле, потому что позишн у нас никогда не менялся. Вот теперь у нас есть наши фигурки. Выглядят они немножко жидковато и не совсем реалистично. Но, по крайней мере, сейчас у нас есть вот такая простейшая рисовавочка, которая позволит там жест изображать. Было бы два пальца, появилось бы две линии, каждый из которых свою бы отслеживал. давайте чуть-чуть наведем красоты, чтобы у нас это выглядело понаряднее. Первое, это то, что она очень резкий край имеет, да, это не совсем красиво, поэтому давайте мы добавим немножко сглаживание, то есть дадим, во-первых, фильтр размытия, который позволит края сделать нечеткими, ну и добавим антиальясинг, это для того, чтобы не было совсем глубоких линий. Можно видеть, что он теперь-то немножко свечением, как неоновое, очень симпатично получилось. В принципе, если там внизу была бы какая-то фигура сцена, мы могли бы видеть какие-то приятности, когда будет рисовать сердечко, клип получился. Вот. Второй момент, о котором мы с вами говорили, это то, что плохо, крайне плохо, что у нас каждая позиция будет добавляться. Почему плохо? Потому что, если вы посмотрите на координаты, вы нередко увидите, что координаты приходят не целыми числами. Это выглядит немножко необычно, да, но можно увидеть, да, что у нас 176,8, 188,5, координаты приходят с дробными пикселями и это вызывает некоторое утро. Вот. А в действительности, опять же, это связано с тем, что мы не знаем, с каким экраном мы будем работать, да, на педскейлинге, то есть, что нам платформа сообщает, то мы сюда и получаем. Поэтому вообще координаты не int, а w. И нам нужно убедиться в том, что ничего там ближе определенного расстояния до нас не находится. То есть, мы эту точку добавляем, скажем так, мы отъехали достаточно далеко от любых других, по крайней мере, от предыдущей точки. Вот. Наверное, самое простое это проверять предыдущую. То есть, мы всегда можем получить свои координаты в последний объект. Единственная поправка, что здесь надо учитывать, что потенциально может оказаться, что у вас нету этого последнего объекта, если это первая точка. То есть, тут надо делать еще проверку, чтобы мы приехали в пустую список. Ну, и, соответственно, если сделаем speak false. Так. Позitions нечего поставим. Вот. Соответственно, если у вас расстояние между двумя точками, например, меньше определенного, то вы считаете, что вы не сдвигались. Есть несколько способов проверить, но на наше счастье в если мы говорим про про offsет, да, точнее, на наше счастье могло бы быть, что offsеты умеют работать с расстоянием. Но нам нужно расстояние между двумя точками, поэтому помним, что в флаттере есть прекрасное перепределение операторов, соответственно, мы можем сделать вычитание двух координат, вот, таким образом получить по сути новый offset между ними двумя и теперь проверить расстояние, что оно должно быть условно говоря меньше, если меньше двух, то мы делаем скриптру, то есть мы пропускаем это добавление, и, соответственно, если мы его не пропускаем, то мы сюда добавляем. этим способом, например, мы можем избежать совсем близкопиксельных каких-то движений, чтобы у вас не было лишнего шума, лишней дрожи, там прочее, потому что нейронки, они на это очень бурно реагируют. Сейчас я поставил специально большое, для того, чтобы было видно, что он рисует такими относительно ломанными линиями, не дает добавлять каждую точку. Вот. Это первое улучшение. Ну, в принципе, как бы необходимо, минимум уже есть по жестовой части, да, здесь все симпатично получилось, рисуется визуально хорошо и прочее. Дальше нам еще будет нужно рисовать баундер и бокс, чтобы определить границы нашей фигуры, да, но это будет следующая штука. Следующий момент, что теперь нам нужно сделать, это определить прямоугольник, который будет описывать, соответственно, включать в себя все эти точки, которые мы нарисовали. Тут тоже не самая тривиальная вещь, потому что мы ловим offset. Offsets, ну, как бы, если у вас есть функция определенная в математике, которая между двумя числами работает, то, причем видно, что вы не можете сюда подставить ничего, что не расширяет нау. Линт не давал. Но нам нужно, соответственно, получить наименьшее значение координаты х, координаты у. Причем, помним еще о том, что у нас есть несколько пальцев, каждый может обрисовать свой прямоугольник, соответственно, нам нужно обрисовать суммарный прямоугольник, который покроет все точки. ну, здесь есть несколько способов, как это можно сделать. Один из них это перебирать просто все подряд, да, второй это использовать, например, position values, да, для того, чтобы получить итератор с всеми значениями, независимо от ключей. А, нет, не получится. вернее, так, мы можем попробовать сделать это через flatmap. Тоже не получится. Ну, в общем, способов много, да, это сейчас начинаем по ходу искать альтернативные решения, которые можно было сделать очень компактнее, но простого схода не меньше. Да, можно сделать редюсером, например, ну, кстати, да, можно на самом деле сделать редюсером, и с помощью этого сделать вот такую вот штуку. То есть, мы практически получаем добавление а, мы не сможем оттуда достать какие-то данные. Ну, ладно, окей, давайте не будем сейчас мудрить, сделаем простым способом. Вот, единственная проблема, о которой уже говорил, да, что нам нужно определить минимальную-максимальную точку по координате х, по координате у, не вместе. Вот, конечно, можно сделать преобразование, но мы поступим немножко более хитим путем. Мы же знаем, что Dart хороший язык, да, и можно писать функции расширения. Мы с вами создадим специальную функцию расширения, которая будет принимать маппинг. Мы сможем с помощью нее сделать поиск минимума среди уже преобразованных значений. Чтобы время сэкономить, мы будем немножко их заимствовать, чтобы пояснять, что именно мы делаем. Вот, то есть мы создаем некоторое расширение, да, по, которая работает над списком любого типа. И, соответственно, это будут две функции min mappet и max mappet, которые принимают всегда функцию mappet. Функция mappet будет брать значения из этого списка и возвращать что-то другое, что уже является comparable, то есть что можно сравнивать с другими числами. И, соответственно, таким образом мы ищем минимум. Вот, способ, который здесь выбран, не самый тривиальный, на самом деле, то есть можно было бы делать там через, например, цикл, да, но в данном случае использование mappet и reduce очень даже уместно. То есть mappet преобразует нам наши данные в ожидаемые, reduce, соответственно, принимает ранее существовавший минимум и текущий элемент. И, соответственно, если текущий элемент меньше минимума, то мы берем этот элемент в качестве нового минимума, иначе мы сохраняем. То же самое с максимумом. И это нам поможет для того, чтобы найти координаты минимума для вот этих всех точек по нашему множеству. То есть мы, по сути, что делаем? Мы точно так же берем positions. Я все еще не оставляю надежд. Оставил. Вот. Берем positions, получаем здесь пальцы. Да, здесь мы получаем position, например. и теперь нам нужно среди points найти минимум. Соответственно, минимальное значение по x мы будем определять как points, это список, соответственно, список от курсовов. Поэтому, будучи списком, под него появилась уже функция minmappet, как расширение. И здесь мы будем использовать функцию преобразования, которая будет нам из нашей точки сбывать координату x. mdx, она называется. То же самое касается y. то же самое касается максимумов. Max x, max y, здесь max mappet, max mappet. То есть, мы нашли прямоугольник, как и слои, и нашу сцену. Вот. Ну, и разумеется, поскольку мы предполагаем, что у нас может быть больше одного, то разумно здесь давайте так. Это будет называться f-minx, чтобы у нас был подфингер, да, и просто minx. Мы здесь немножко схитрим, да, мы заведем себе четыре координаты, которые будут дописывать, соответственно, внешний прямоугольник вокруг всех пальцев. Ну, и здесь будем делать такую проверку, что минимальное значение будет минимальное из вот этого значения. И вот тут вечная проблема, как нам искать минимум, да, когда мы не знаем, какое у нас максимальное возможное значение, да, и мы не можем инициализировать наш минимум ни с чем. Помните алгоритмы, да, что при поиске минимума нужно брать большее из возможных, чтобы любое было меньше. Вот. Мы не знаем, какой у нас минимум, поэтому мы здесь делаем очень хитро, мы будем использовать вот такую функцию. То есть мы собственно будем проверять на... Да, вот так вот. Вот. Мы будем проверять вот эту штуку на now. Если она now, то мы в качестве второго сравненного значения будем брать это же самое значение, которое у нас уже было. Вот. фактически мы в первом случае, когда мин x еще не задан, мы будем сравнивать fminx fminx же, но очевидно, что оно и останется. Но зато это способ избежать лишних то же самое по минимуму и по максимуму. Здесь будет index.mex и здесь то же самое будет max. Вот. Ну и соответственно здесь, здесь, здесь. Все. Мы определили наш описывающий прямой уровень, который строится вокруг нашей фигуры. Теперь надо попробовать его преобразовать в квадрат. ну здесь большей части математика даже, чем жесты, но все-таки все довольно просто. Мы выбираем максимальный размер из возможных и делаем центровку и определяем положение в обе стороны. Тут есть один нюанс, который надо в голове держать. Как только мы посчитаем максимальный размер, мы можем получить нечетное число. Чем это плохо? Тем, что когда мы начнем делать работу с пикселями, то нам нужно будет бегать по массиву в плюс-минус половину от нашего размера. И можно попасть в ситуацию, когда у вас размер определится на один пиксель меньше, потому что по делению на два оно будет с отбрасыванием другую часть. В результате у вас вся ваша картинка будет работать некорректно. Собственно, тут мы не будем это все делать сами. позаимствуем код. Довольно простой, чтобы у него время тратить. То есть мы определяем максимальный размер, определяем положение центра, определяем boundaries. Boundaries – это новая штука, которая покажет нам прямоугольник вокруг нашей сцены. тип проект. И этот прямоугольник мы точно так же будем визуализировать для проверки, что все сработало как надо. Boundaries и, соответственно, на прорисовке мы будем делать примерно вот так. Как бы ничего такого физического нету. Довольно простой код. Позitions мы рисуем серенькую линию, если boundary задан. соответственно, сюда мы его точно так же принимаем. Дальше здесь мы его в месте, где мы его задали, нам нужно сделать setState, чтобы отрисовать наш прямоугольник. Наш квадрат уже. Так, track paint. Track paint. На что жалуемся? А, по всей видимости, с фигурным скобкой немножко запутались. Так, Врядкин. Соответственно, сейчас мы еще разу попробуем, да, и теперь уже будем рисовать жест, посмотрим, как это все завершится. То есть, рисовая что-то там. Так, и вот видно одну тоненькую линию, да, можно сделать ее потолще. Просто на таком мелком экране оно просто не видно. Вот у нас появилась линия, баундерей, которые описывают квадрат, нормализованная область, куда будет помещаться наша фигура. Так, итого, что мы с вами уже сделали. Мы сделали детектор. На pointer down мы фиксируем, какой палец нажали, на app убираем палец, когда все пальцы отжали, завершаем, move, фиксируем координаты. Запоминаем координаты, передаем список, для каждого свой многоугольник, следим за пальцами, фенализируем. Находим границы прямоугольника, нашли, преобразовали в квадрат, преобразовали. Теперь магия с работой с изображением. Ой, извините, не смешно. Чтобы у нас перед глазами был наш слайд. То есть, мы сейчас практически с вами сделали первый и второй шаг. Ставлю сделать третий. Ну, и потом прикрутить это все к нейроночке. Первое, как уже здесь видно, что нам нужно иметь возможность нарисовать монохромное изображение без глаз. То есть, нам нужно предусмотреть, чтобы наш Painter умел рисовать жест. Один, тот, который пользователю показывается, второй, тот, который будет виден уже неразки. Здесь мы передаем туда еще дополнительный парапетр, и вот здесь будем просто по-разному заполнять этот трек. Соответственно, если у нас это визуал, то мы будем делать вот такой красивый, иначе мы будем делать белый, потому что он по умолчанию черный фон без алификистов. То есть, это будет тот же printing style stroke, color colors white, кстати, anti-aliasing false, и stroke white, в данном случае не так важен, но тот же, который был на обучении, чтобы а, единица собственно стоит, хотя это тоже спорный момент, а можно, что ну, таким образом дали возможность еще и рисовать специализированное представление, здесь у нас был всегда труд, потому что ну, вообще хорошая практика, лучше никогда не пишите амбулины без именовных переменных, непонятно по семантике, что это, то есть как вставать, ну, и читается лучше, так и это рифаер, и понятие по коду, что здесь конкретно происходит, вот, следующий шаг, который нам нужно сделать, это вот здесь нарисовать наш вот этот же жест в памяти, для того, чтобы потом с ними уже работать, а здесь мы воспользуемся возможностями метода Picture Recorder, точнее, класса Picture Recorder, который является на самом деле основой для в принципе прорисовки любой сцены, но кроме всего прочего, он умеет работать и для построения в памяти. У нас есть Picture Recorder, в котором, точнее, из которого мы можем получить Canvas, точнее, можем создать Canvas, так сказать, Canvas, которым мы передаем Picture Recorder в качестве места, где будет происходить рисование, и зачем это нам нужно? Для того, чтобы мы могли напрямую вывозить метод Paint, передав туда нужный нам Canvas, и уже нарисовать все, что нам нужно. Единственный вопрос, где взять размеры? Ну, тут вспоминаем о возможности Flutter, которые, по идее, в курсе разбирались раньше, если мы в курсе бы находились, но, соответственно, здесь что мы можем сделать? Да, мы можем повесить, например, layoutbuilder, который принимает объект Constraints. layoutbuilder, это штука по действительности Builder, теперь и не чайлдом, принимает контекст, Constraints, и в Constraints мы можем вытащить размер нашего объекта. Теперь у нас есть Size, который будет выниматься из Constraints наибольший размер. Здесь, по сути, это будет вся наша новость, поскольку мы по-прежнему рисуем на основной сцене. Мы, конечно, могли бы сделать вычитание координат, сдвинуть, например, относительно нуля, чтобы два раза наградить. Но мы пока будем рисовать на полном виджете только в памяти. Дальше мы используем наш TripPainter, также передаем Position, Boundaries, Visual, False, и от него вызываем Paint, куда передаем размер и наш. Таким образом, мы получим в памяти наше изображение. И теперь, чтобы получить само изображение, мы из Picture Reporter вызываем метод End Recording и получаем некий Picture, из которого можно уже достать картинку. картинка тоже имеет размеры, разумеется. То есть тут нам нужно вытащить ширину и высоту. Но тут есть нюансы. Во-первых, размеры, которые туда приходят, должны быть им там из Constraint'ов они приходят до Google. Второе, это все-таки функция, которая работает осухромно. Соответственно, мы не можем это выполнять в этом же самом контексте. Тут вариантов несколько, либо через можем создать искусственную фьючер, можем более правильно это просто запланировать себе вызов после завершения кадра для того, чтобы все перерисовки произошли. и получить наш какой-то плохо, что мы его назвали, имидж, да, пускай будет МГ, а это будет имидж. Мы получили картинку, которая будет представлять в памяти то же самое, что здесь, так и здесь будет черный фон и на нем белое нарисование. Следующий момент, что нам нужно сделать, это вытащить наш прямоугольник и сохранить его к себе. Тут есть несколько нюансов и я просто кратко скажу, как это было сделано. В действительности работать с частью изображения довольно проблематично. То есть в пакете имидж, который есть, который можно поставить через квадспект, есть возможность делать кропы. Это правда. но он не будет работать с конкретной этой структурой, с которой мы сейчас с вами сработаем. Поэтому решение получилось очень элегантным, если так можно сказать. Как можно здесь действовать? Дело в том, что имидж, который мы здесь получаем, действительно может быть преобразован в байт-дейт. Байт-дейт это просто набор байтиков, который в свою очередь дальше может быть преобразован просто в список. Байт-дейта это структура, соответственно, тип содержания которой будет зависеть от формата. Формат по умолчанию, как можете видеть, rawRGBA. То есть мы отправляем туда по 4 байта на каждую точку. Фактически мы получаем массив, где у нас записан растр. Каждая точка представлена красным-зеленым-синим и альфой. И мы можем просто двойным циклом пройти по этой области и вытащить из нее последовательно все, что нам нужно. Причем нам не нужно доставать весь цвет, нам достаточно взять любую байтов, потому что она белая, она черная. Вот. Здесь мы немножечко похитрим, да, я уже буду копировать. Да, единственный момент, который хотел отметить, вот как раз по этот MaxSize. Сейчас мы, если этого не сделаем, мы получим себе неприятности. Вот. Поэтому мы с вами вот здесь сразу сделаем просто отработку, да, что если у нас число не счет, мы увеличиваем на единицу, чтобы у нас не получилось, что мы оказались ниже, чем наши исходные, естественно, разумеет. Иначе все эти циклы нам все и сломат. Вот. Дальше немножко кода я уже буду копировать, иначе мы не успеем. и поясню, что там как это сделано. Собственно, здесь мы это называется, здесь мы просто делаем копирование, ой, ничего себе, я его тут перекосил. делаем проход по растру по ибрику и по ибрику и, соответственно, достаем значение байта. Достаем значение байта. на что он здесь жалуется? Он говорит, что это не int. А, это не int, потому что ширина должна быть задана как int, иначе бы плохо. Так, где у нас вообще ширина? А, ширину мы, кстати, нигде и не считывали. Ширина это размер, а, это размер квадрата, соответственно, она совпадает, а, нет, это, прошу прощения, это размер растр, то есть нам нужно проходить по строкам растр с учетом размера исходного объекта. То есть здесь нам нужно взять size fit, size fit, twin, вот, и, да, то есть мы, по сути, получаем растр, черно-белый, состоящий из всех вот этих точек, которые внутри. Дальше мы этот растр преобразуем в картинку, причем картинку мы сразу делаем с использованием формата luminance, то есть фактически мы каждую точку рассматриваем как с яркостью. То есть для нас теперь это, так, что не является, а, он говорит, что у нас есть двойное определение, да, это значит, что нам нужно из матери в дайд скрыть имидж, чтобы у нас не получилось, что у нас два раза определенный класс имидж. Вот, то есть мы получаем вот эту обрезанную картинку и потом с помощью уже методов того самого имидж пакета имидж, вот этого, мы делаем resize до нужного нам размера, 224, 224, и это будет та картинка, которая будет поступать на вход нейронной сети. дальше, собственно, подключаем нашу нейронную фирь. Да, было бы чуть побольше времени, мы могли посмотреть, что мы можем записать, ну, что нам в любом случае придется записать этот файл, потому что нейронка будет работать с файлом, с картинкой, да, но мы не будем уже смотреть на сайт. Вот, то есть вот у нас, так, нам нужно еще Ui1, сейчас добавим его dependencies, и нам нужен PAV провайдер, чтобы определить положение с данными для мобильного приложения. Так, сейчас все импортируем, и будет нам все хорошо. Импортируем PAV провайдер, и импортируем DarkTile, и, соответственно, записываем наши полученные данные в файл, преобразовывая его в PNG. Фактически, мы сейчас сделали такой генератор файликов, которые мы рисуем, то есть эти иконки, которые мы нарисовали, могут быть записаны в файлы, и на самом деле именно таким образом можно получить стартовый набор. То есть, если вы будете обучать нейронку, то вы сгенерируете пачку таких файлов, рисуя разным вариантом, там в сердечке, еще что угодно, вот, и они будут записаны куда-то там, да, потом это можно, например, достать там через View Device File Explorer, да, найти пульс к файлу, там можно вывести, например, где-то в Data закопан, Data App, и взять эти файлы, перекачать себе и скормить игрок. У меня уже часть заготовлена, поэтому сейчас на это время треку не будет. Вот, а последний шаг, который у нас остается, это добавление, собственно, нейронной сети, да, для этого мы будем, да, собственно, нарисовать монохромное изображение, это мы сделали, поставим галочку, скопировать, скопировали, вот, инвайдным циклом для сбора в кропот, и масштабирование сделали, то есть мы эту картинку из растра преобразовали в объект image, пока только в памяти, потом ресайзнули и получили, потом его сохранили в PNG, опять же, используя кодер вот этого пакета. Вот, ну и, соответственно, теперь распознавание. Первое, что мы сделаем, это зайдем на teachable машина, вот, и здесь выберем, что мы создаем проект с изображениями, да, и здесь, как видите, как раз этот размер указан здесь 24, с помощью него можно делать модель для TensorFlow Lite. Дальше делаем несколько классов изображений, сейчас мы будем распознавать с вами букву WU и кружочки, то есть у нас будет circle, и сейчас я закину все эти прямые и кривые все эти кружочки. Так, если какие-то вопросы у вас появляются, то вы можете сразу задавать, пока тут есть небольшая пауза. Потерял, где у меня кружочки, так, сэнбук, 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 идет. Вот, 9. И дальше, соответственно, второе, это будет, что такое Teachable Machine. Teachable Machine это проект, который является, как раз, ну, это один, один из проектов Google, который заточен под TensorFlow, который позволяет вам быстро генерировать датасеты на, ну, и, соответственно, такие эталонные нейронные сети уже приобучены прямо из, прямо с сайта, да, то есть с помощью него, например, можно строить детектор изображений, причем он не только может определять изображение, да, но и, например, делать обнаружение, ну, собственно, объекта на экране. Вот, может быть, аудио и, может быть, соответственно, позирование. Ну, это простое, течет по машинам без Google.com. Вот, скинул в чат. Вот, соответственно, да, что мы делаем, мы скармливаем, что у нас есть два класса, да, у нас есть класс, все-таки класс letter. В класс letter мы заблочим другую набор изображений. Тут же надо достать user. Ой, да, users. Samples, и у нас был W. они хорошо детектируются, они хорошо развлечены, чтобы у нас не даже на девяти наборах, потому что девять-то, конечно, маловато для обучения сети. Дальше обучаем модель. Вот она тут случится, и дальше мы, соответственно, делаем экспорт модели. и экспорт модели мы делаем в формат TensorFlow Lite. То есть она может в JavaScript загнать, да, и в обычный полноценный для Keras, для Python, да, и TensorFlow Lite. Оставляем все как есть и качаем себе нашу модель. Немножко времени на нем, пока она ее конвертирует. Так, и пока она это делает, да, поставим собственную библиотеку для Flutter. Пользоваться мы будем в F-Lite. Это собственно плагин, который позволяет вам встраивать поддержку TensorFlow в приложение. Да, здесь есть несколько нюансов, что нужно добавить. Это, во-первых, поставить кое-что в GIMM Gradle и поменять версию SDK, иначе он не заработает. Так, то есть вот у нас BIM Gradle вставляем в Android и в MinSDK. Это все есть документация, поэтому на это внимание не обращаем. Так, мы просто без этого не соберемся. Так, MinSDK. А, но он на самом деле он скажет, что это не хватает. Может, может, и сработает сама. Так, и, соответственно, в PubSpec добавляем TFLite. никогда не ставьте N, это плохая практика, мы просто сейчас за версией не тащиться. Так, оставим как есть. Вот, мы попробуем собрать наше приложение заново, поскольку мы просто пакетную плагин и нет, есть на тему рекорд. Скорее всего, упадет при сборке, потому что нужно будет поменять версию. Так, и смотрим, что здесь происходит. Здесь происходит. Да, вот все, у нас моделька скачалась, 2 мегабайта, и закинем ее к себе в аэссет к нашему проекту. Так, это у нас Studio Projects, Studio Projects. В этом локация. А, Друзь, Studio Projects. Так, Друзь, Studio Projects, и здесь Simple Jester. Simple Jester, соответственно, создаем assets, закидываем наши файлы. Соответственно, здесь лежат две метки классификации, ну и обученная, предобученная нейронная сеть, которую мы будем использовать. Да, вот видите, он трогнулся на минус ДК 19, удивительно, что он стоит по умолчанию сам меньше, но ладно. Так, еще раз выпускаемся. Дальше, что нам нужно будет сделать, это, собственно, подгрузить нашу модель, еще раз скажу, сейчас это делается не очень качественно в этом плане, да, то есть в идеале, конечно, погружать модель на это, хотя мы можем сделать сразу нормально, да, то есть мы можем погрузить модель на истейте, чтобы не тащить сюда модель, загружать нашу модель, то есть мы будем загружать и дальше будем ей пользоваться. Собственно, загрузка модели. Да, тут, правда, есть один нюанс, что все-таки загрузка – это тоже асинхронное действие, асинхронное действие, асинхронное просто так не сделаешь, поэтому, наверное, мы все-таки прицепимся либо к нему и внутреннему сделать все еще, ну, можно, можно, наверное, можно, можно и вынестать сюда сделать все еще, то есть просто обернуть сюда асинхронную функцию, да, для того, чтобы, да, либо просто не делать await, поскольку нам как таковой объект модели не сильно нужен, да, то мы можем просто сделать загрузку не зажидаясь результата. Так, импортируем tflite и, в принципе, модель нам как такова и не нужна, она хранится внутри tflite. Следующим шагом мы пытаемся делать распознавание, соответственно, для распознавания нам нужно будет передать образец нашего и получить результат. То есть мы делаем запуск модели на картинке, путь указывает тот, который был использован при сохранении, и результатом мы получим нечто, что будет описывать итог классификации. Так, мы сейчас выпускаемся. Так, где у меня тупо-терех симулятор? эмулятор, 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 Да, вот у нас есть наш распознаватель жестов, да, и попробуем нарисовать кружочек. Так, и смотрим, что происходит. GetInputTensor, NowPointer, NowPointer. Так, а, один из вариантов, что у нас просто не сработал, уже и не стоит, потому что мы его написали позднее, а стоит уже был построен, правильно? Поэтому у нас просто модель не сглазилась. Мы там делаем RunModule, правильно? RunModule, Мечта верна. Так, вот, сервисовый кружочек, и все равно пишет NowPointer. Reference, ну, окей, давайте, а, я знаю, в чем дело, мы ассеты не указали, поэтому не знаете ничего про этот каталог сейчас. Модель просто напросто не загрузилась. Доступ к ассету. Так, ассет, поехали. Так, обын, и пропускаем. Ну, вроде как, сработало, ну, вот видно, что он на вот модели падал, что не будет в флайд, а не нашел моду, так, еще раз, перезапустим, чтобы у нас был результат предсказов. надо еще про курс поговорить, поэтому сейчас уже будем сворачиваться, но основную, ладно, посмотрели. Да, что еще можно здесь было бы улучшить, и что уже, что это, что есть в гитхаб-варианте кода. Первое, это то, что там, например, есть таймер после отрисовки жестов, для того, чтобы после распознавания он через какое-то время исчез с экрана. Сейчас получится, что он у нас остается навсегда, это не совсем правильно. Вот. Да, ну, можно видеть, что он написал Instance of Future-List Dynamic, да, мы забыли написать Await, а в Run Run Model Точнее, Run Model on Image, вот здесь все-таки это синхронный вызов, поэтому здесь нужно так, вот. Вот видите, остается фигура, несмотря на то, что мы уже распознавание закончили, и теперь он лишнее зацепляет, и не вообще непонятно, что будет. Ну, вот это он распознал как букву, то есть это не очень похоже на кружок после всех трансформаций. Возможно, что он сейчас и будет ошибаться, потому что, потому что набор достаточно маленький, и физически данных как бы мало. Так, что-то, что-то не так, он упорно считает этой буквой, хотя должен, по идее, детектировать. Все равно с вероятностью что-то, 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 что-то произошло на этапе выгрузки модели, то ли, не знаю, окей, давайте мы сделаем немножко по-вергому, я сейчас копирую модель, которую я учил перед этим, что-то пошло не так, возможно, что просто сэмпл неправильно загрузил, за это сейчас пойму, так, так, studio projects, так, детектор, там немножко другие сэмплы, там сердечко и глубокие модели тоже, ну просто на 9 сэмплах довольно сложно научить неров, конечно, тут надо хотя бы пару сотен, чтобы она распознала уверенно и перечиталась, вот, да, ну и, конечно же, можно сделать еще, например, callback, да, и прикрутить это все сделать как самостоятельный виджет, не встраивать его, поскольку листонер является просто частью дерева, да, то вы можете все вот это, забрать вот это вот, начинает там слуя у билдера все забрать себе в отдельный виджет, да, например, сделать мой callback и в зависимости от обнаруженного жеста назвать ту или иную функцию, вот, ну в данном случае попробуем порисовать, вот у нас буква W, она и распозналась как добавля, не локовато, да, ездила, вот, с вероятностью 0.9, а если мы порисовали бы сердечко, его адресовать крайне аккуратно при 9-ти сэмплах, потому что не любят, когда исходится, да, но здесь все равно надо считать, скорее, когда было его, хотя сердечко кто-то начало распознавать, с вероятностью 12-ти сэмплах, мы что-то напутали с кодом, но вообще странно, потому что она распознавала достаточно уверенно сегодня, а, ну вот, теперь хорошо, вот, то есть у нас получилось 0.7, 70%, что это сердечко, и, соответственно, 30%, что это довольное, но в действительности похоже на другое, поэтому мы выбрали такие сэмплах, ну и дальше уже можно по найденному принимать решение, ну, опять же, надо пробежаться по массиву, да, найти наибольший confidence и выбрать label, отвечающий на построенному образцу. Вот, все, мы с вами голубом, но все-таки успели, так, URL обязательно будет, сейчас я скину, точнее, там сейчас еще пока сам не загружен, я с презентацией скопирую, может, кое-что там сейчас еще доправлю и вышли сегодня вечером, там одна идея появилась, но будет, да, то есть, что мы с вами посмотрели, мы посмотрели, как пользуются детекторами, и посмотрели саму архитектуру детекторов, начиная с верхнего уровня WinQL, который пользуется джестер-детектором, который, в свою очередь, использует RAW джестер-детектор с рекогнайзерами, который построен на листер-дере, и мы с вами здесь использовали непосредственно листер-дер, отслеживали разные пальцы, движения пальцев, ну, и немножко математики и использование возможностей Dart UI, да, для того, чтобы работать с изображением и пакетом эпиджа, ну, и, соответственно, нейронная сеть, которая нам, предыдущая сеть, да, которая нам помогала дефицировать наш символ, вот, в действительности, конечно, сеть надо учить на большем наборе, 9 картинок, это реально мало, и надо хотя бы под сотню, да, лучше больше, чтобы у вас было разнообразие, да, и чтобы сеть могла настроиться, вот, да, возвращаемся к презентацию, соответственно, мы с вами посмотрели, обучили их на течевую машину, на обычную модель загрузили в, ну, соответственно, загрузили в TensorFlow Lite через TensorFlow Lite и ассоциировали в что-то, ну, результат выглядит примерно так, да, там еще был, ой, много добавилось, лишняя PDF-ка каким-то образом появилась, это было сердечко, соответственно, здесь еще дополнительно добавлено строчка, да, которая показывает, что было выбор, прошу прощения, на презентации причем не было, скажу, если она выберет, непонятно, да, коротко расскажу про курс, мы с вами уже основную часть все посмотрели, да, и теперь же могу по курсу рассказывать и поотвечать на вопросы, так, пам-пам-пам, курс, соответственно, преподаватели у нас на курсе все практикующие разработчики, все хорошие, просто кто-то специализируется в чем-то своем, да, ну, то есть, поэтому мы делимся по темам, кто, что, в чем больше эксперт, тот, соответственно, эту тему и берет, вот, Максим работает в компании Soft, достаточно давно занимается разработкой и перешел за андроида, очень хороший преподаватель и достаточно много тем у него взяты, да, Телекем присоединился к нам недавно, тоже занимается разработкой, работает в ИПАМе, очень чувствует флагтор, да, и рассказывает о нем совершенно замечательно, вот, Алексей, не люблю хвастаться, конечно, рассказывать при преподавателе, потому что все хорошие, да, но Алексей, он еще и магистр информатики, соответственно, у него еще и профильное образование, и он достаточно давно пишет на флагторе, ну, впрочем, примерно как и я, то есть в декабре пришел на флагторе где-то в мае 2018 года. Вот, Николай преподаватель, бывший выпускник курса ранних, более ранних потоков, он больше iOS-разработчик, то есть он больше специализируется по iOS-у и, соответственно, тема с этим связанная, но все-таки, ну, и я уже говорил, да, что вы получили программу и разработчик на флагторе в Яндекс. По поводу содержания курса, что у нас мы рассматриваем, какие темы, и тут уже это новая разработка, это достаточно новая, но свежеспроектированная структура курса. Собственно, весь курс состоит из девяти модулей. Девятый модуль это курсовый проект. Тему вы выбираете вначале и постепенно его делаете. Собственно, первый модуль это общий модуль по дарту, то есть это что такое дарт, особенно для тех, кто с ним, ну, очевидно, что для тех, кто с ним не знаком, потому что мы предполагаем, что к нам приходят люди, например, из веба или с Android разработки или еще с чего-то. Хотя даже те, дарт, как реализуются ВУП, миксины и прочие механизмы, все, что в дарте вкусного есть. Ну, и отдельная тема по инструментальной поддержке, потому что она реально большая. Это и по анализатору, и по форматору, по компиляторам, по вариантам компиляции, в нативку, в сношоте и прочее. Все здесь. И отладка туда же, и дарт DevTools туда же. Flutter фреймворк это, соответственно, общая тема, связанная непосредственно с движком. Это то, что касается концепции виджетов, жизненный цикл виджета, как это все работает под капотом, как работает оптимизация Flutter, и вот эти три дерева волшебных, что вообще такое реактивный интерфейс, ну и дальше по виджетам. То есть контентные виджеты, разметочные формы, отдельно такая очень интересная получилась тема по архитектурным практикам, то есть скажем так, обмен опытом, как архитектура используется, где что лучше делать, хотя это такая тема довольно холиварная. Ну и несколько тем, посвященных, хоть и говорится, что это все Flutter Mobile в моем девелопер, но в действительности мы зацепляем еще и темы вебоведесктопа, потому что довольно часто мобильные приложения выходят еще и на руку и становятся универсальным интерфейсом. Ну и там разумеется. Вот, а третий модуль посвящен осиликам, то есть это все связано с реализацией асинхронности, то есть то, как работают фьючеры, как с ними взаимодействовать, и сеть, сеть и здесь же подогенерация, здесь же фрист, здесь же дидо, ну и все вокруг этого. Ну и отдельная тема еще по внешнему API-мбисерверному, то есть это работа с Firebase-ом и ну в принципе такое создание сервера на существующих личных сервисах. Четвертый модуль посвящен полностью анимации в разных ее проявлениях, включая создание игры-трейдер, то есть тут как бы разные виды анимации, неявные-явные, и в том числе подключение внешних анимаций, то есть это использование райва, использование самого лоттель, ну и всего, что нужно подключить, если джишечки там и так далее. Да, и отдельная тема просвещена мультимедиакамере, вот туда немножко попадает то, что мы сегодня с вами смотрели по поводу распознавания изображений и в принципе работа с камерой, со звуком, с видео, там, и в плееры, и особенности их использования на десктопе и на вейдер. Да, пятый модуль это чисто архитектурный модуль, то есть если в третьем мы говорили просто про пишется код примерно и как лучше распродать по виджетам, да, как проводить границы и так далее, то здесь это чисто архитектура, мы здесь рассматриваем несколько подходов, да, это, ну, разумеется, провайдер с реверкодом для управления, для доставки, скажем так, объектов, да, в какая-то космос, как вриенте Диа, в принципе, рассматривается идея клеен-архитектур, как она будет реализована во флоттере, ну, и несколько концепций управления состоянием, в нашем случае мы говорим про Redux, LogX и Block, ну, и про навигатор, который, в общем-то, навигатор 2, который в значительной степени является State Management System, хотя, в первоначале это такое умение, да, дальше, глубже, да, шестой логулей посвящен внутренней организации Flutter Engine и того, как он интегрируется с платформой, причем мы говорим, в принципе, достаточно высоко, то есть это и, ну, с одной стороны, это встраивание Flutter в существующие приложения и наоборот, это Interop с C-шным кодом и с Android-кодом с Swift-ом и, соответственно, это взаимодействие с платформой, то есть это платформенные каналы и Pigeon как способ создания взаимодействия, передачи сообщений в платформу и обратно. 32-я тема такая значительно экспериментальная, но все-таки довольно интересная в том плане, что мы закапываемся в эмбединг и смотрим, что там совсем внизу, да, как это все работает для того, чтобы наши выпускники могли при необходимости, например, адаптировать какую-либо существующую эмбед, то есть либо взять готовый эмбединг в бедсорсе, доработать его по платформу либо еще что-то. То есть если вдруг возникнет необходимость запускать Flutter на телевизоре или еще на чем-то, где его еще нет. седьмой модуль это все, что связано с производительностью, то есть мы здесь как раз разбираемся с инструментами, смотрим, где что может тормозить и смотрим про изоляцию. изоляция у нас не к осинку относится, а все-таки отдельно к перформансу, потому что это скорее механизм многопоточности, чем осинхронность. Ну и восьмой, уже завершающий модуль, это все, что связано с тестированием и с публикацией. То есть тут мы смотрим, какие виды тестов есть, как их писать, как запускается виджет-тесты, операционные тесты и как делать свои компоненты, как публиковать в стоп-ап-деве, как вообще подписать и как это все размещать в магазине. С магазином будем надеяться, что к моменту окончания курса магазины в России еще останутся. Ну, либо ходим в другие магазины размещаться. Да, ну и девятое это уже все, что связано с курсовым проектом, консультация, защита и подведение только в курсе. Более подробно можно посмотреть в PDF-ке, да, там есть детализация еще и по каждой теме, что в нее входит, какие домашние задания даются, домашки больше нужны для вас, то есть они, конечно же, потом влияют, ну, они влияют, количество данных на ваших, успешность данных на оценку, число в сертификате, скажем так, вот, но в конечном счете это больше нужно для того, чтобы вы могли получить какой-то фидбэк, да, от нас и как-то, может быть, постепенно уже в практике приобретать опыт написания кода и делать его со временем все лучше и лучше. Вот. Так. Да. Ну, да, если какие-то вопросы по содержанию есть, можете писать. Я говорю уже, да, что есть небольшая задержка, поэтому я не могу не отреагировать. Пока я уже показываю, вы еще только сейчас можете писать. Коротко по деньгам, да, и по вакансиям, ну, это то, что прислал нам маркетинг, что по Москве сейчас по флактору 200, более 200, 201, 201 вакансия по мобильному разработчику. Думаю, сейчас будет сильно больше и вообще с каждым месяцем становится все больше. Это реально очень востребовано сейчас на рынке. И, в принципе, это могу говорить, да, что я ни в коей мере не говорю, что нужно идти в ту или иную компанию, да, но крупные компании, тот же самый ВКонтакте, да, тот же самый Озон, ну, и, разумеется, Яндекс сейчас очень активно развивает направление флактор разработки, поэтому туда тоже мониторить можно в любую из них. Ну, и международные бронки, разумеется, тоже сейчас очень хорошо все. Вот, это же более интересно, чем в Москве и в России. Да, по зарплатам цифры плавают, да, в зависимости от, ну, медианное значение где-то в районе 338, но в действительности все сильно зависит от компании и зависит от того, куда, как вы идете, на какую должность, да, на какой проект и прочее. То есть, в принципе, даже, если джуниор, до 100, то миддл и, соответственно, сеньоры, они могут получать там, где-то 150 и выше. То есть, в принципе, ценники довольно хорошие для конкурентного рынка. Ну, что ждут, как бы все достаточно понятно, да, в основном, конечно, ждут соблона проектирования, ждут знания тех или иных стенд-менеджмент-систем, иногда специфических, иногда просто принцип на месте разберемся, называется. Ну, и, разумеется, знания поставленных инструментов. Да, что мы сегодня с вами сделали? Первое, это поигрались с фиджетами, посмотрели, как они делают свои реализации, поработали, кроме как с детекторами еще и в случае других библиотек, да, то есть, в том числе с Тензарфлоу и с Думидж. Сделали предобработку, вытащили картинку и потом выклассифицировали жест. Вот. У меня к вам несколько вопросов, так, немножко для закрепления, если еще не устали, но мы почти закончили. Первый вопрос, можно и как можно? Тут ваша фантазия. Жалко, что голосом нельзя отвечать, мы обычно на уроках разговариваем все-таки голосами, когда есть возможность, ну, здесь хотя бы в чате, да, как можно сделать свой детектор жеста пинч, ну, просто на уровне тезисно, не надо там писать код сейчас, это ни к чему. Вот. Второй вопрос, какой из рассмотренных нами виджетов не детекторов, а виджетов скорее, работает с координатами точек, да, а не с фактами. И через что можно сделать распознавание очень долгого нажатия, то есть не просто долгое, а скажем так, пять секунд. Так, вы видите, две ниточки размышления. две ниточки, две ниточки, две ниточки, Ну, похоже, все молчат. Ладно, тогда скажу сам. Собственно, ну, по поводу детектора жестов все относительно несложно, в том плане, что вы просто можете фиксировать начальное положение двух пальцев. Отличный ответ. Да, ну, они в конечном счете, конечно, все row, тут не поспоришь, но не совсем так. Нет, кстати, второй не row. По поводу двух пальцев, да, то есть мы определяем событие down и дальше, например, замеряем расстояние между этими двумя точками, когда мы делали нажатие. И потом отслеживаем, апдейтим координаты пальцев, благо мы айдиш не знаем. Да, и можем сравнивать расстояние, которое получилось после апдейта, с тем, которое было первоначально. Ну, и делать выводы о том, что их сблизили или отдалили, и меняется каким-то образом виджет. Вот, это на листинге делается замечательно, но можно, в принципе, сделать, опять же, и на row. Вот, с координатами точек работает листинг. А row, в принципе, под капотом рекогнайзера работает с row, с координатами это правда, а сам row нет. Сам row работает все-таки с рекогнайзерами, поэтому он координат не видит, он видит уже факты мое-не-мое. Вот, а листинг действительно видит координаты, мы сейчас это видели. Ну, и по поводу распознавания долгого, да, вы делаете свой, точнее, вы делаете row-жестер-детектор, которым вы используете фактори с базовым распознавателем long-tab-рекогнайзер, просто его конфигурируете для задания длительности. Так, ну, собственно, подводим атоним. Первое, то, что, в принципе, любое распознавание жестов выполняется через анализ последовательности событий, да, то есть приходят события с координатной точкой, и дальше рекогнайзеры делают выводы из этого наши-не наши. Нет, один, два, три, не листинг, если про это, да. Первый лист НР, второй, да, второй лист НР, третий нет, третий все-таки row, если так говорить, ну, точнее, точнее, рекогнайзер. Вот, дальше второе, это то, что распознаватели, разные распознаватели регистрируются в арене, и только один день побеждают, степенно отваливаются, да, можно получить доступ к событиям через лист, но в действительности можно подписаться прямо на ивенты с платформой, ловить прямо тапы без хит-тестинга, но это более экзотический способ. Вот, а дальше, соответственно, высокоуровневые детекторы могут конкурировать, в случае, если они друг на друга накладываются, у вас два вид, что каждый в лист НР и, то есть в лист НР и в лист НР, а в джестер-детекторе, кто из них поймает, определяется через бехевер. Это, в принципе, нормальная написанная документация, там есть классные примеры, ну, там четыре значения, ошибиться сложно. Вот, а в действительности все это ловит базовая платформа и через хит-тестинг передает в рендер-объект, и рендер-объект уже доставляют дальше к нам, когда мы на это подписываемся. Ну, и под веб есть еще один дополнительный виджет, который называется mouse-region, который позволяет отслеживать события входа-выхода, то есть это то самое наведение мышкой на объект и уход с него. Например, если вы хотите сделать аналог, он hover и он leave. Так, чего почитать? Так, я сейчас сразу скину ссылочку про, где будет лежать этот самый проект, что можно почитать. Ну, во-первых, разумеется, есть классная статья к навеке, да, про распознавание жестов. Я думаю, куда мне презентацию загрузить. Ну, давайте презентацию, в любом случае, тоже выложу, и прошу, чтобы вы присоединили комментарии к видео. Есть официальная документация по жестам, да, там как раз подробно рассказано про арену. Ну, и несколько статей, в которых как раз рассказывается, как настраивать, лично создаются кастом-жесты, да, для того, чтобы написать свой рекогнайзер. Прямо вот с нуля с нуля. Буквально по шагу все это разбирается. Так, да, собственно, курс... Лампочка. Курс стартует уже очень скоро, через полтора недели. Если у вас есть желание присоединяйте, будем рады. Вот, ну и да, сейчас попрошу, единственная будет просьба заполнить опрос. Так, и сейчас на вопросы буду отвечать. Все, с презентацией мы закончили. Опрос отправляю. Очень попрошу вас заполнить. Это для нас всегда важно. Так, по поводу ховера. Нет, ну, нет. Палец недалеко от экрана. В случае, если... Ну, тут как бы есть нюансы. Опять же, все зависит от того, как платформа просылает сообщинки. То есть, в принципе... Как все происходит под капотом? У нас есть внешние поинтеревенты, которые приходят со стороны низа, низа, да, со стороны, чуть ли не даже со стороны эмбэддинга, то есть, они проходят через платформу, доставляются до нас в виде некоторых событий. Так вот, по умолчанию телефон реагирует на... Точнее, отправляет сообщинки о том, что что-то перемещается, тогда, когда по этому двигают пальцы. Вот. Технически, например, можно предположить, что, скажем, iOS может... Ну, в принципе, любой имкосной экран, когда вблизи него находится палец, он может определить, что палец приближен. И технически никто не запрещает платформе, точнее, низной платформе... То, что находится под платформой, отправлять сообщение о том, что палец двигают над экраном. Тогда они будут интерпретироваться как ховер, потому что фактически перед этим не было поинтердауна, да, значит, считается, что перемещение происходит без прикосновения, без зажатия. Но, насколько я знаю, в андроиде, по крайней мере, в самом андроиде, такое нереализовано. Возможно, что в iOS оно работает так-то по-другому, но тоже такого не встречало. Может быть, как-то... То есть все зависит от того, с чем вы пользуетесь. В конце концов, все зависит от имбэдинга, как реализовано на базовой платформе теоретные функции и сообщения. Поэтому... Да, презентажки, 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 презентажки... Давайте я все-таки добавим тогда... Поправлю этот дурацкий слайд, который там испортился. Там не видно половину картинки красивой. Вот. И добавим ее... Надеюсь, что... Ну, вообще это можно, наверное, сделать, да. Добавим ее комментариям к видео, потому что будет еще одно видео, этот промежуточный, а потом будет уже обработанное на основном канале, и туда комментариям добавим. Это будет, наверное, завтра уже. Вот. Ничего страшного, надеюсь. Просто сейчас он никогда не выложен. Просто PDF-ка на компе, поэтому... Заходу я еще сколько-то не загружу. Ну, либо звуковый диск открою. Но все равно, в любом случае, выложил комментом, потому что, я думаю, пригодится и тем, кто в записи смотрит. Покопировать с чата, сохранивать еще то удовольствие. Поэтому... Дальней истории. Да, вам спасибо, что были. Приходите. Если будет желание учиться, будем рады. Ну, вот. Опрос запомните, и тогда... Если есть такая разница. Ну, пока 404, да. Я еще ее успел закинуть. Что-то спланировал перед занятием, но потом понял, что я немножко копию чешу, а то он какой-то еще немножко суммой получился. Поэтому я отправлю туда же, и, соответственно, ссылка и на репозиторий это же, и на презентацию будут в комментах к видео. Ну, в комментах, а, если они видео. Все. Спасибо, что были. Всем хорошего вечера. И если какие-то вопросы есть, я не тороплюсь, но... Ну, пишите, если какие-то вопросы появятся, тут, где были мои контакты. То есть можете сюда отписать. Вот. Телеграме я есть. Пучета. Пинкты. Что больше понравится. Вот. Все. Тогда сегодня завершаем. Еще раз всем спасибо. И до встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.